Маш, привет! Я только с плавания вернулась. О, привет, Ксюш! Иди обязательно поешь сейчас. Это точно! Ты себе не представляешь, насколько... Ай, жесть! Моя нога! Это же надо было на ровном месте крякнуться! Ксюш, ну ты чего? По ноги не смотришь? Да не знаю, весь день сегодня с ногой что-то колет, режет. Может быть, что-то в носке? Да нет, болит уже так несколько дней, с тех пор, как в бассейн начала ходить. Ммм, странно. Очень странно. Ладно, Ксюш, вставай и идем есть. Я тебе весь вечер сидела, ждала. Проголодалась очень сильно. Да все, иду. Ай, жесть! Почему так больно? Еще и чешется. Ксюша, да что с тобой? Да не знаю, так резко нога сочесалась. Ксюш, может быть, у тебя, ну не знаю, грибок? Да нет, какой еще грибок? Откуда? Ну, может быть, посмотришь, что там? Ну, не знаю, думаешь, стоит? Ксюша, что это? Маша, что это такое? Откуда это взялось? Ксюша, это твоя нога! Это твоя нога? Нога? Стой с ним! Почему там дырки? Ксюша, там что-то шевелится по воду! Убери, я на меня, пожалуйста! Маша, ты зачем ты меня так пугаешь? Ничего так не шевелится! Это моя нога! Маша, ты знаешь, что это такое? Ксюша, Ксюшенька, рудненькая! Давай посмотрим в интернете, сфотографируем это. Вдруг это смертельно опасно? Ну, на, фоткай! Как же это вертительно, Ксюша! Маша, ну что, нашла? Нет? Да, Ксюш, нашла! Походу, все очень серьезно! Тебе ногу могут амбунтировать! У меня подруга будет отвалит! Нет, Маша, не говори такого! Слушай, может оно само пройдет всегда, все само проходит! Может, что-то где-нибудь подорожник найдем, я не знаю! Ты с ума сошла? У тебя там дырки в аршу ногу! Срочно нужен врачик и госпитализация! Нет, Маша, пожалуйста, только не врач! Я не хочу к врачу! Я не хочу в больницу, а если мне реально амбунтируют ногу? Право, это моя любимая нога, я не хочу! Давай что-нибудь придумаем другое, пожалуйста! Нет, Маша, пожалуйста, только не в больницу! И ты же знаешь, я безумно боюсь врачей! Ксюша, никаких «но»! Быстро в поликлинику! Ну что там, что врачи сказали? Ничего утешительного! Это неизвестная болезнь, у них еще таких случаев не было! Кошмар! И что теперь делать? Мне куча таблеток прописали, нужно их пить все сразу и стараться не наступать на ногу! Давай я тебе помогу, пошли домой! Давай только по дороге домой и зайдем в магазин, так есть хочется! Идем! Блин, Ксюша, ты что такая тяжелая? Слушай, мне не легче! Ай, как же больно! Тихо, деть пора! Иди-ка ты, знаешь куда! Вот и пойду! Вот и иди! Сейчас одна в магазин пойдешь! Ай, Ксюша, шея! Маш, я даже не знаю, чего я хочу! Я хочу одновременно всего и ничего! Вот, например, какой-то... Крем-суп с цукини! Бэх! Нет! Или грибной, или в принципе их смешать! Ксюш, бери что хочешь, пожалуйста! Давай домой поскорее пойдем! Я очень сильно замерзла, пока тебя ждала у поликлиники! Плюс тебе нужно поскорее приступать к лечению! Значит, могу брать все, что захочу? Да-да! Только быстрее, пожалуйста! Ну ладно, возьму вот это! И вот это! Я знаю, чего я хочу! Пища богов! Ксюша, ты и так тяжелая! Куда тебе еще больше есть, а? Хорошего человека должно быть много! Ага, так говорят люди, которые не могут взять себя в руки, сесть на диеты, заняться спортом! Маш, ну ты же на прошлой неделе так говорила! Это другое! И вообще-то я уже как месяц хожу в зал! Ой, Маш, только у меня деньги все закончились! Когда ты успела их себе потратить? Маш, вообще-то лекарства нынче дорогие! Ладно, ладно! Оплачу! Ох, как же я устала! Маш, а сделай мне подставку для ноги! На! Что тебе врачи сказали? Ну, делать там процедуры разные, кстати! Из-за того, что это болезнь неизвестная, она может быть заразная! Что? Заразная? Да! О таком нужно предупреждать заранее! Маш, ты что так напугалась-то? Безопасность превыше всего, Ксюша! Маш, слушай, а можешь мне вкусняшек притащить? Пожалуйста! Маш, ну можно как-то поаккуратнее, что ли? Я держу дистанцию! Маш, слушай, а можешь мне еще дошек заварить? Ладно! Надеюсь, ты же не будешь кидать мне его в лицо? Конечно, я не буду кидать! Лови! Маш, ну поаккуратнее, нельзя было! Слушай, Маша, можешь еще водички, пожалуйста? Ксюша, может быть, хватит уже? Маш, вообще-то у меня неизвестная человечеству болезнь! Я могу откинуть коньки, да хоть завтра! А тебе сложно мне воду принести? Не говори глупостей! А зачем так много? Чтоб наверняка! Вот это система! Я и не такое могу придумать! Ого! Пушистая пчела прилетела и покружилась вокруг нее, а потом принялась ползать по овальному шару, крушившись в звезды снах! Маш, слушай, а можешь телефон из куртки притащить? Нет, я занята! Ну, Маш, ну я хочу ютубчик посмотреть! Ну так включи телевизор! Ну там поиск сломался! На свой любимый канал нужно вообще-то быть подписанным! Это правда! И вы, ребята, скорее подписывайтесь! Вот, слышишь, звонит кто-то, ну принеси! Ладно! Не держи! В мою сторону! Это Аня с Сашей! Только не рассказывай им! Алло! О, привет! А где Ксюша? А, Ксюша у нас заболела! Что? Чем? Какой-то неизвестной науке болезни! В смысле неизвестной? А вот в прямом! Блин! Ребят, сейчас, минуточку подождите, я отдам ей телефончик! Привет, ребят! Ксюш, чем ты там опять заболела? Вообще, я не хотела рассказывать, ну ладно, сейчас вам фотку отправлю! Видите, какая жесть! Кошмар! Как это лечить? Это вообще навсегда, что ли? Я не знаю, врач сказал, неизвестно, как лечить! Может, ногу вообще придется отрезать! Эй! Ребят! Ну, ладно! Ну что там, что говорят-то? Они в шоке! Ну, другой реакции я не ожидала! Фу, какая ужасная у Ксюши была нога! Саша, очнись! Что это было? Очнись, Саша! Сколько можно без сознания валяться? Ты видела, что у Ксюши с ногой? О, опять голова кружится! Не падай больше в обморок! Ксюша может остаться без ноги! Не говори так! Тогда она сможет играть только пиратов! Саша, да при чем здесь? Кого она сможет играть? Вдруг она не поправится? У меня есть идея! Давай ей отправим самого лучшего доктора! Давай! Но самый лучший доктор для Ксюши это собака! Но ты же знаешь правило! Мы не можем ей ее купить до того момента, как на канале будет 5 миллионов подписчиков! Точно, точно, нам осталось всего немного! Я надеюсь, что мы успеем набрать нужное количество! Ребята, прямо сейчас подпишитесь на канал! Ксюш, я тут подумала! Раз такая ситуация, может быть ты, Паша, признаешься в любви? Что? Маш, ты в своем уме? Я не буду этого делать! Ну, Ксюш! Нет! Маша, не смей ничего писать Паше! Так это же всего одно сообщение! Маша, верни мне телефон! Ксюш, нужно перестать бояться! Нет, Маша, не вздумай! Отправлена! Нет! Моя жизнь закончена! Ой, ну не придумывай, Ксюш! Еще же можно отменить отправку! Неа, уже нельзя! Маша, я тебя ненавижу! Да ладно тебе не раскисай! А вообще, я придумала для тебя задание! Ты только, главное, ближе ко мне не подходи! И я решила, что тебе пора потренироваться жить без ноги! Зачем? Мне же ее пока не отрезают! Ну, зато будешь готова в случае чего! Ой, что-то мне не нравится вот это твое в случае чего! Смотри, первое задание! Учишься снимать видео на одной ноге! Это как? Как, как? Я даю тебе камеру, ты встаешь на одну ногу и меня снимаешь! Ну ладно, можно попробовать! Смотри, ты меня должна снимать! Главное, чтобы камера не отряслась! Итак, ребята, сегодня я вам расскажу очень много полезных лайфхаков! Ксюша! Ай, моя голова! Ксюша! С камерой все хорошо, я надеюсь? Да с ней это все в порядке! А вот у меня, кажется, сотрясение! Ну, главное, что с камерой все в порядке! Ммм, ну, спасибо тебе, подруга! Ну, а чего ты хотела? Ммм, элементарно твое сочувствие! Мало того, что у меня дырки в ноге, так еще сейчас и голова кружится! Хватит того, что я про Пашу выслушиваю на протяжении четырех месяцев! Ну, тут другое! Тут любовь! Ага! Токсичная, Ксюша, токсичная! Ах, Маш, тебе напомнить про кого я полтора года уже выслушиваю? Ммм? Диму не дрожь? Да, я-то его не трогаю, только каждый день он у меня на слуху! Слушай, уже такое ощущение, что это мой парень или... Блин, я не знаю, вы что-то там то живете вместе, то не живете вместе! Он уже, честно, для меня родным стал, уже как-то без него скучно! Так же, как для меня и Паша! Он мне даже снился уже, хотя я его видела два раза в своей жизни! Я сейчас не поняла... Снился? А, да, Ксюша, так получилось, что я за него замуж вышла во сне! Я с тобой больше не разговариваю! Это божественный димный звук! Маш, ну это же моя любимая газировка! Ну да, я знаю, будешь? Ну да, конечно, буду! Я придумала для тебя второе задание! И с того конца комнаты ты допрыгаешь на одной ноге и возьмешь этот газированный напиток! Маш, ну так не честно! У меня вообще-то нога болит! Я болеющий человек, мне нужна забота! Ну вот, я как раз-таки переживаю о твоих мышцах, поэтому ты их будешь сейчас тренировать! Ну ладно, вроде в школе танцев у нас были похожие задания, чтобы мы пропрыгали на одной ноге до другого конца зала! Поэтому, мне кажется, в этом плане я немного подготовлена! Ну ладно, погнали! Видала, как могу? Ну ладно, хорошо-хорошо-хорошо! С этим заданием ты справилась очень даже! Обожаю эти мармеладки! Ну а следующее задание выглядит вот так! Твоя задача? Присесть на одной ноге и достать эти мармеладки! Ладно! Ну, давай попробуем! Ладно, это оказалось не так сложно, как я думала! Как-то ты слишком быстро справляешься со всеми заданиями! Я быстро адаптируюсь! Что сказать? Но следующее задание для тебя покажется слишком легким! Нужно на одной ноге подписаться на наш канал! Но, Маш, я же подписана на него! Ну, значит, еще раз подпишешься, лишним не будет! Ты же хочешь собаку? Это будет проще простого! Для начала нам нужно найти канал и отписаться от него! Что я только что и сделала! И, внимание, трюк! Я пытаюсь удержать равновесие на одной ноге! Та-дам! Все, я подписана на канал! Я выполнила задание! Ну, хорошо! А как насчет того, чтобы приготовить яишенку? Это будет немножко сложнее, потому что для начала нужно допрыгнуть до кухни! Итак, для начала нужно достать сковородку! Опа! Есть! Теперь ставим на огонь! Ждем, пока нагреется! И немного поливаем маслом! Ну, и теперь разбиваем яйца! Накрываем крышкой и ждем! Все, готово! Ну, ладно, Ксюш! И с этим заданием ты справилась! Маш, я устала! Это тяжело! Вот ты бы хотя бы попробовала что-то из этого выполнить! Ксюш, у меня отличная координация! Ну, вот давай и проверим! Давай, вставай на диван! Кто дольше простоит на одной ноге, тот и выиграл! Готово? Ну, да! Погнали! Стою! Нормально! На диване сложнее, чем на полу! Ксюш, Ксюш! Ты жива? Ай, Маш! Маш, я, кажется, ногу сломала! Ксюш, не смешно уже! А это и не смешно! Вот пранк с неизлечимой болезнью был смешным, пока ты не начала играть в фитнес-тренера! Ага! Я так и знала, что это пранк! Это еще почему? Да я уже не верю ни одной твоей болезни! Все по одной и той же схеме! Неправда! Это всегда что-то новое и оригинальное! Знаешь, сколько я с этим гримом возилась? Поэтому и сейчас я не верю в твою сломанную ногу! Ай, Маш, да я серьезно говорю, я ногу сломала! Все-все, меня таким больше не подловить! А ведь мне говорили, что когда со мной реально что-то случится, все вокруг будут думать, что это пранк! Ты до сих пор лежишь? Как же больно! Подожди, серьезно что ли? Да конечно, серьезно! Стала бы я здесь лежать! Я сейчас вызову скорую! Алло, скорая? Срочно приезжайте! Моя подруга сломала ногу! Как через час? Вы там с ума все посходили? Тут человек лежит и не может двигаться совсем, а вы через час только приедете! Скорая помощь на той скорой, что она скоро должна приехать! Если вас не будет через 10 минут, я буду жаловаться! На этот раз я поеду с тобой, чтобы убедиться в том, что это точно не пранк! Подожди, тут ребята звонят! Алло, да! Ксюш, мы там тебе скинули сертификат на отличный протест ноги! Будет, как настоящая! Так что не переживай! Да все, все, я уже поняла! Больше никаких пранков с болезнями! Будешь рассказывать им, что это был пранк? Опять? Почему мы все время покупаемся на это? Ребята, а сейчас она вроде как ногу сломала и... Похоже на то, что она не врет! Надеюсь, вы меня услышали! Нет, теперь я уже не верю! Ну что, ребята, как вам сегодняшнее видео? Понравилось или нет? Скорее пишите в комментариях! А еще не забывайте подписываться на наш канал! И на все наши соцсети! Всех обнимаем и любим! Ставь лайк и подпишись на наш канал!